Здорово, народ! С вами снова Юлец. Это полный кайф. Знаете, что это перегорело? Это поджаристый лук. Я его прям до корочки такой. Макарошки, шпаргетти вот эти вот, с шареным луком. Это прям вообще любимое блюдо, помню, было мое, когда я сидел только на макаронах. Покупал самые дешевые шпагетти там на развес. Короче, в пакете там по 2 килограмма они вешали. И что-то прям не очень дорого. У меня ни хлеба не было, ни еды, ни фига. Бородинский. Хлеб с хлебом вообще ништяк. Бородинский. Мясо было медведя. Макарошки. Именно с алюминиевой кастрюльки прям капец. Так вкуснее. А еще легенда гласит, то что чай без ложки вообще невкусный. Ложка именно вот этой жиже под названием моча тигра, да, чай придает какой-то особенный вкус. Насыщенный. Вот убери ложку, вообще невкусно будет. А когда вот чай остается там чуть-чуть, и блин, ты бы еще литр бы мог бы выпить. Он такой вкусный. Но если ты нальешь новый, все, уже невкусный чай. Мне кажется, что у вас такое тоже бывало. Да, это во рту. Вообще я хотел, короче, биг-тейси. Потом передумал, думал, макарошек с луком. Приколол мне этот сладкий чили соус. Вообще. Чего уж там получиться. Осталось так чуть-чуть, а все. Макароны эти ем и вспоминаю. Фильм Афоня. Когда там у него типа родственник. А ты кто такой? Я родственник. Слышь, родственник? Афоня мне рубль дал. Вот они, макароны. Он отварил. Макароны они на завтракали. Жениться тебе надо. Чайку общества создавать. Пьяные пришли, я его женатом, короче. Ну, как не жена. Кто там сожительница? Он говорит, я тебе духи купил в подарок. Точно были. Он говорит, ты их выпил со своим другом. Блин, вкусно. Я еще сюда чуть-чуть сливочного масла бахнул. Вообще кайф. Горячо, плюс чуть-чуть остро. Аж слезы тикли на лего. Помидорки вот эти очень вкусные. Они ароматные. Прям вот эта веточка. Прям помидорчик она. Эти, коктейльные. Пронто, пронто, мискузи. Это эти, макарошки барилла. Хорошие. Не из туалетной бумаги картона. Я помню вкус тех дешевых макарон. И без приправ вообще невозможно было есть. Тупо тесто какое-то. Халимэ. Паста с овощами. Макарон с луком. Кайф. Я помню, отваришь их. Ну и в кастрюлю в холодильник оставляешь до утра. Утром, конечно, они деревянные. Порежешь ножом на сковородку. Обжарить их с курочкой. И пару яиц туда. Я вам сейчас историю расскажу, которая произошла со мной вчера. Случилось это в душе. Стою, моюсь, короче. Короче, намырил бошку. Все, намырился, есть. И у меня черная эта шторка. Плотная такая. Входная дверь точно была на замке. И кто-то или что-то вот так вот вот я стою вот так вот пух по ней, короче. Не сильно так. Я думаю, опа. Блин, быстро смывать. Миллион мыслей, конечно же, в эти секунды. Блин. У меня, конечно, кто-то может зашел как-то, я хрен его знаю. Или может вдруг кто-то там маничелла с ножом или еще кто-то. Или что. Конечно же, первая мысль это полтергейс какой-то. Я резко отдергиваю, короче. А там стоит призрак с тарелочкой и бутик у него. Естественно, никого там. Я вылез в комнату. Все. Проверил дверь. Закрыто. Но у меня была открыта дверь в ванну. Может быть, порыв ветра. Окно было закрыто. Может быть, когда льется вода, воздух тоже идет под эту шторку и как-то так получилось. Может, ветром. Шторка плотная. Прям такой звук был. Блин, жуть вообще. У меня до сих пор мурашки. Я вышел в коридор, а в коридоре такая гробовая тишина. я стоял, прислушивался. Никаких звуков. Лишь иногда какие-то трубы там шумело, как-то водичка. И то так тихонько. Я рассказывал в своих видосах про телевизор, который вилку в розетку сама она, короче, воткнулась. А на экране был белый шум. изображение вот такое, когда ногу отсидишь, встаешь, кровь начинает поступать, вот эти колики. И может быть, а еще и под подвальный демон не снится, блин, часто, который хочет меня заманить. Вам когда-нибудь снились одни и те же сны? Я думал, что так не бывает. не прям один в один, а вот с одним и тем же персонажем, с одним и тем же подвалом. Он вот всякие хитрости выдумывает. Он как бы призрак, полтергейстик, поймешь, как это неведомая сила, я прям чувствую, он как будто мне хватает, так за руки тащит. А я вырываюсь. просыпался, было среди ночи. Ну вот эта фигня в душе была, как в кене. Круто, как в кене. Ой, чаю хочу. Вкусного. с Рафаэлочкой. Очень такую историю знаю про Рафаэла, но не буду ее рассказывать, не надо она, его нафиг, аппетит портить. особенно девчата. Если я здесь в эфире расскажу историю про Рафаэлло, вы больше никогда не будете их покупать. или просто даже если он будет дарить, скажет, не, я не буду это есть. А вдруг есть шанс, что эта Рафаэлка именно мне попалась. Хороший чай. Горяченький. Я сейчас слышу телевизор у соседей. Было такое, прикиньте. Тоже здесь сижу. В телефон втыкаю что-то. Слышу, как будто кто-ли разговаривает, кто-ли телевизор. Та-та-та-та-та. А я решил, короче, выйти в коридор. Выхожу в коридор напротив этой двери. Звукопроницаемость хорошая от двери идет. Тишина за дверью. Вообще гробовая. Захожу. А там опять вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как так может быть? Когда так было, я иду мимо двери этой и за двери там что-то кто-то разговаривает, слышно. Захожу и за стенкой слышно. Я несколько раз так аккуратно, вообще тихо выходил, чтобы не слышно меня было. Выхожу, тишина за двери. А сюда захожу, разговаривают. Именно вот, именно за этой стенкой, прямо за стенкой слышно. А что говорят, вообще неразборчиво. Такая мистика бывает порой. Скорее всего, я какой-то параноик. Ну или вдруг это реально мистика какая-то. Полтергейст, верхеестественная. Ой, вот так вот хорошо мы с вами покушали. Вот такие вот и стули. Всем крепкого здоровья. Кушайте, если есть возможность. Ешь пока, рот свеж, правильно? Ну и не переживайте, вы ни за что. Главное, это здоровье. С вами был Юрец. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин